МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Георгий Бозров и победитель первенства мира по грэпплингу Давид Губулов. Здравствуйте. Здравствуйте. Когда я готовилась к нашему эфиру, я очень долго упорно вычитывала, что же такое грэпплинг. И очень многие меня спрашивали, что такое грэпплинг. Я знаю, что это один из видов борьбы, но не совсем традиционный. Расскажите нам, пожалуйста, может быть, вы более грамотно. Как мне объяснял тренер, и как я сам понял, это все выходит из древнего джиу-джитсу, и арабский шейх организовал турнир. Назвал его грэпп от английского слова степ. Ну, хватать, грэпп, хватать, захватывать. Этот турнир включил в себя разные дисциплины, чтобы люди из разных борцовских дисциплин, ну, джиу-джитсу, борьба вольная, чтобы они могли между собой пробовать свои силы и сделали правило, чтобы они подходили к всем. Это и захваты, и позиции, ну, и болевые удушающие. Ну, если коротко сказать, это как бы борьба с болевыми удушающими. То есть это значительно разница с традиционным видом борьбы, верно? Очень родница, да. Единственное, чем она отличается, это то, что в вольной нет болевых удушающих, а в грэпплинге они есть. Спасибо. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон, по которому вы можете дозвониться, задать свой вопрос, поздравить, пожелать что-нибудь 542673. Также мы работаем в социальных сетях, таких как Инстаграм и Фейсбук. Можете смотреть наши прямые трансляции. Вернемся тогда к мировому первенству, которое прошло в Баку. Мы знаем, что наша сборная выступила достаточно хорошо. У нас целых три первых места, два из которых у вас. Вот, пожалуйста, расскажите нам, как всё происходило, что было в Баку? Давид. Ну, первое место заняли Бозров Георгий, я и Ханькаев, Вадим. Схватки проходили, ну, так, то через час, то через два, у них так всё некомпетентно было. То есть было неподготовлено, так всё? Да, ну, чуть-чуть неорганизовано. Ну, расскажите о своей победе тогда. Первую схватку я боролся с азербайджанцем, вторую схватку с парнем из Венгрии, третью схватку с парнем из Украины, и финальная схватка у меня была с парнем, тоже с Венгрии. Выиграл, сделал удушающий. Всё. Насколько сложная далась эта победа? Насколько, может быть, хватило подготовки, чтобы вот выйти уверенно, это всё пройдёт? Да, конечно, сборы, ну, проходили здесь, дома, в городе, в Владикавказе. Тренировался, две недели хорошей, упорной тренировки. То есть подготовка шла активно? Да. Георгий, скажите, пожалуйста, вот мы знаем, что вам уже 41 год, извините, конечно, что я это сказала, но получается в грэплинге нет возрастных ограничений? Возможно, я неправильно понимаю, поправьте меня. Ну, у меня так получается, что я с детства люблю спорт, но, ну, наверное, в 41 не просто этим заниматься, но, видимо, тех, сама техника, она позволяет заниматься и людям, те, которые намного постарше, и в 50, и в 60 лет. А происходит это всё по весовым категориям, либо всё-таки по возрастным? И по весовым, и по возрастным. Ну, например, в Баку, да, там были возрастные, юниоры, юноши, и по мужчинам, и по ветеранам. А так, когда бывают, например, республиканские соревнования или СКФО, там ограничений нет. Ну, от 21 года и старше, независимо от какого возраста. Мы знаем, что есть ещё такое понятие, как ветераны, вот немножко об этом нам тоже расскажите. Что это значит? Именно с категорией ветераны я тоже познакомился год назад. Я, в основном, борюсь с, ну, по мужчинам, но узнал, что на мире есть такая категория, начинается с 35 лет и до 55 она. И разделяется по нарастающей через каждые 4 года. Скажите, пожалуйста, вот как давно вы пришли в грэплинг? Вы же, наверное, не с грэплинга начинали свой спортивный путь. В 2010 году я начал тренироваться у Марата Илаева, главного тренера республики по ММА. И заметил, что мне там, ну, начали нравиться болевые удушающие. Простите, я вас перебью в 2010, это 7 лет назад, то есть вы достаточно поздно начали заниматься спортом? Ну, раньше я тоже занимался, но часто травмировался. И именно вот стабильно я начал в 2010. В 2013 году я параллельно начал заниматься у Бирагова Алана, тоже главного тренера республики Ирсао Аланья, по джиу-джитсу и по грэплингу. И вот по сей день я совмещаю и у Марата Илаева бываю, и у Алана Бирагова мы готовимся. А начинали вы с грэплинга или это был какой-то другой вид спорта? Начинал по боям у Марата Илаева. Почему перешли в грэплинг? Ну, у меня очень много травм, и возраст, и они, может, не совсем мне позволяют по боям выступать, потому что я и работаю, и семья, дети. Я не успеваю так готовиться, как хотелось бы. Ну, и понравился мне именно, он мне близок, как бы, вид борьбы. Вы сказали, что была активная подготовка, да, вот, несмотря на ваш какой-то плотный график. Расскажите тогда вы нам о своей победе в Баку, как это происходило, имеется в виду ваши соперники. Вот мы знаем из слов Давида, что организация немножко хромала. Вот вы, как более взрослый человек, о своих впечатлениях. Мои впечатления, ну, я, как бы, немножко вернусь в прошлый год. В Минске у меня было больше соперников, в этом году у меня было меньше соперников. Мне неловко про это говорить, но так получилось, что мой вес объединили с другим весом, с более тяжелым. Это был венгр, но он был постарше. И, в общем, мы провели схватку, ну, я тоже сделал удушающий. Ну, сперва по баллам выигрывал, потом повезло и забрал удушающий. Можно вот такой небольшой комментарий. Мировой грэплинг, это значит, что все грэплеры мира приехали на эти соревнования? Обычно там бывают, ну, почти со всех стран, ну, например, в Минске было 26 стран. В этом году я насчитал, ну, меньше флагов разных стран, но тоже очень много их там было. Может, 17 приблизительно. Точно не помню. Давид, а вы как давно пришли в грэплинг? И это первый раз вы выехали на какие-то соревнования? Либо, может быть, вы еще выезжали? Ну, я начал тренироваться с вольной борьбы у Илья Цикоев Илья Мусавича. Занимался 8 лет и перешел на грэплинг. Занимаюсь почти 3 года. До этого выезжал в 15-м году на первенство мира. Где тоже стали чемпионом. Да, проходил в Москве. Ну, и так за границей больше не был нигде. А почему вы занимались вольной борьбой? И что привлекло вас к грэплинге? Ну, я вообще хотел перейти на боевое самбо. Но когда я перешел к тренеру Галустиану Артему, он взял президент федерации грэплинга, и он начал тренировать грэплинг. Ну, и как-то само по себе получилось, что я начал грэплингом заниматься. У нас есть первый дозвонившийся. Давайте его подключим к нашему разговору. Добрый вечер, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и можете задавать свой вопрос. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ребята, удачи вам в этом спорте. Я много насыщен об этом спорте. Меня зовут Стас, у меня вопрос такой. А где проходят ваши тренировки, и кто ваш главный тренер? Спасибо большое. Ну, главный тренер РСО Лани – это Бирага Валан. Ну, есть еще тренер по грэплингу Виталий Филев в клубе Панчер. И можно выбирать вот два клуба. Единственное, у нас своего зала нету. И мы бываем то в Панчере, то, ну, сами тренера арендуют помещение. И вот мы как-то пока своего зала, в общем, у нас нету. Вот как раз вопрос о залах у меня был следующий. Как это все происходит, весь тренировочный процесс? Потому что очень сложно, наверное, не знать, где сегодня будет тренировка, перекидываться из одного места в другое, либо это происходит как-то иначе. Ну, мы очень надеемся, что рано или поздно у нас все-таки появится свой зал, и мы начнем более как бы, ну, нормально построим тренировочный процесс, и результат так будет лучше, и больше, ну, и детей можно будет набирать, и большее количество молодежи мы, ну, сможем тренироваться в этих залах. А я правильно понимаю, сегодня набора нет детей? Сегодня набора нет детей именно по той причине, что у нас пока нету своего зала. Вот поэтому не нужно. Ну, а где вы чаще всего тренируетесь? Может быть, есть люди, которые хотели бы просто прийти посмотреть ваши тренировки? Ну, вот чаще всего мы тренируемся вот на Южном, мы вот арендуем, ну, нам помогают, временно там тренируемся, и вот туда бы улица Защитников Осетии один, вот там здание администрации, вот на втором этаже мы занимаемся. Условия, конечно. Ну, желаем, ну, хотелось бы, да, чтобы у нас, повторюсь, был свой зал, да. У нас есть еще один дозвонившийся, давайте его выслушаем. И спасибо вот человеку, кто вот, ну, пожелал удачи, победы. Спасибо вам большое. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и можете задавать свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, Гаврид, Георгий. Добрый вечер. С успехом вас на чемпионате. Взаимно здоровья вам. Желаю дальнейших успехов. И естественно, у них высоких вершин. Спасибо большое. Ну, мне вопрос такой еще. Очень красивый вид спорта, Греблинг. Ну, он в России очень молодой вид спорта. Я надеюсь, что большинство молодежи это даже не видели никогда. Нет возможности организовать какие-то показные соревнования или турниры, там, типа рекламы. Или рекламные ролики снять, что молодежь видел, что это за вид спорта и тянулся к вам. Спасибо, Гаврид. Спасибо. Имеется в виду вопрос пропаганды данного вида спорта, потому что на самом деле, как я уже говорила в начале, когда я только готовилась к нашей с вами передаче, очень много было вопросов по поводу того, что такое все-таки греблинг. И мне приходилось отвечать на это. Люди не знают, что это такое, поэтому можно более развернутый ответ. Я насколько понял вопрос, ну, пропаганда ведется, наверное, может, по-разному. Иногда, ну, есть и в интернете вроде это, и турниры здесь уже бывали у нас в республике. Просто открытые турниры приезжали из других республик. И вот сейчас тренер Алам Бирагов планирует, в середине декабря тоже турнир планирует перед Новым годом. И, ну, вроде они проводятся, не так часто, как хотелось бы, ну, в год или один раз, или два раза у нас проводятся турниры. Ну, соревнования, чемпионат республики. Ну, вот вы сказали, что уже был какой-то, да, турнир, немножко о нем расскажите. Кто на нем выступал, какие республики еще к нам приезжали в гости, и на каком все-таки уровне в нашей республике прошел этот чемпионат? Я помню открытый турнир в 2013 году. Тогда приезжали все республики из Дагестана, из Чечни, из Кабардино-Балкарии. Они всегда к нам приезжают, и, ну, бывает много людей. Вот этот турнир я помню. Организован был хорошо. Ну, вот вы сказали, что сейчас нет набора детей. В связи с этим у меня такой вопрос. Кто тогда сегодня занимается грэплингом? Это те, кто уже давно ходит, либо новых, соответственно, детей нет? Правильно я понимаю? Новых детей, ну, нету, скорее всего. Занимаются спортсмены, это, ну, приблизительно около 200 человек. Ну, как вот я с тренера спрашивал, приблизительно в республике около 200 человек занимается. Ну, кто-то параллельно занимается, например, кто-то выступает по боям, но им нужна, бывает, техника грэплинга. И есть такие, есть кто пришел с вольной борьбы. Есть просто люди, кому интересно этим заниматься видом спорта. Кто-то из ударных видов единоборств приходит в грэплинг. Им это интересно. Я со многими общаюсь, и им это нравится, техника. Еще один дозвонившийся, выслушаем его. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свои вопросы. Добрый вечер. Добрый вечер. Зовут меня Марат. Я тоже занимался грэплингом. Вот я бы хотел вам пожелать дальнейших побед, успехов. Взаимно. Спасибо. В лицо нашей маленькой республики. Спасибо большое. Спасибо. Взаимно. Спасибо большое. Вот такие пожелания. Георгий Давид, каждую неделю наша съемочная группа к нашему эфиру готовит сюжеты. На этой неделе мы сняли дзюдоистов и боксеров, которые привезли также с разных чемпионатов нам медали. Давайте вместе с вами посмотрим этот сюжет. В этом сезоне отлично проявила себя сборная республики Северной Осетии Алания по дзюдо. Первенство мира. Летняя универсиада. Первенство Европы. На всех этих соревнованиях дзюдоисты заняли призовые места. Та команда молодежная, которая сегодня у нас вообще в дзюдо у нас есть, она как бы на передовых позициях. И тем более только что месяц назад Европа закончилась. Там вообще как бы будем говорить триумф, будем золото, золото, золото. Три золота, бронза. Вообще великолепный результат. Только что вот закончился мир, первенство мира до 21 года. Ну, сказать, что как отборолись наши ребята, здорово отборолись. Поэтому все как бы мы рады, весь тренерский состав, все руководство наше дзюдо, министерство спорта. Мадина Таймазова заняла первое место в первенстве Европы среди юниоров. Вместе с ней и Инал Тасоев, который также стал первым на первенстве мира среди юниоров до 21 года. В этом году мне удалось выиграть Европу. И для меня это очень, можно сказать, счастливое событие. Я очень долго готовилась. Ну, начало года у меня было не столько, ну, не столь удачным. На питерском кубке я стала пятой всего лишь, но я это как бы было начало года. Потом я начала готовиться, набирать. Мне помогали тренера, и мне удостоилось, ну, выиграть Европу. Я тренируюсь в Сунже. Моим тренером является Джоев Герас Федорович. Также мне помогал тренер сборной России Катьмазов Батрас. Они меня готовили целый год, подводили к Европе. Ну, я как бы и на других стартах выступала, на Кубках Европы, там в Испании и в Чехии. Там я стала второй, и там, и там второй стала. Ну, а и на Европе, ну, другая подготовка уже была. Ну, мне всегда говорили не расстраиваться, так как мне не удалось в финале выйти победителем. Это всего лишь были этапы, подводящие к Европе. Поехали на первенство мира. Потом в день соревнований вроде я нормально настроился. Подошел к соревнованиям хорошо. Боролся четыре схватки. Уже видел свою сетку. У меня была сетка, ну, я не могу сказать, самая легкая. Ну, и не самая трудная для меня. Первую схватку боролся с басницем. Басниц такой оказался, ну, молодой, да, такой здоровенький. Ну, я с ним смог справиться. Вторую схватку я боролся с родоначальниками дзюдо, с японцем. Да, потом, ну, я этот, выиграл его тоже. Финал вот у меня оказался каким-то жестким. Я как-то до конца не мог собраться на финал, устал. Но все равно смог бы выиграть эту схватку. Встречали дзюдоистов, болельщики, родные и друзья. Сборная республики пообщалась с представителями СМИ. Поделились спортсмены и эмоциями от уровня проведения чемпионатов и турниров. В конце встречи чемпионы и их тренеры сделали памятное фото, чтобы надолго запечатлеть триумфальные победы. В Анапе состоялись международные соревнования по кикбоксингу Кубок мира. Из Северной Осетии в них приняли участие шестеро спортсменов. В разных возрастных категориях победителями стали сразу трое спортсменов. Двое из них – братья Танделовы, которые тренируются у Василия Мельникова. Я ездил на Кубок мира в Анапу, проходил этот турнир в Витязево. Ну, показали достойный результат. Двое с нашего зала выиграли. Я и мой родной брат Виталий. Я готовился лично целое лето. Изначально я знал, что туда поеду в сентябре. И потихоньку готовился. Утром тренировки, вечером тренировки. Иногда были перерывы, но в основном проходили сборы здесь, в Володь-Кавказе. К этому турниру я начал готовиться с августа. Прошел тренировочный лагерь, можно сказать. Прозанимался, можно сказать, ничего. И выиграл. Моим соперником был представитель Узбекистана. Бой прошел все три раунда. Мне удалось сделать нокдаун. Готовились братья все лето в родном зале. По словам Тамерлана, эта победа далась ему благодаря усиленным тренировкам и напутствиям тренера. Тренер Василий Николаевич Мельников. Он большую работу проделал со мной. Поднял меня, если так можно сказать. Ну и вот результат. По мужикам выиграл первый раз. Я в основном по молодежи дрался. А вот сейчас первый раз по мужикам его выиграл. По итогам соревнований блестящие результаты показали также воспитанники Дмитрия Хасиева и Эльбруса Гацоева. После победы братья Тамерлан и Виталий будут готовиться к другому турниру, который состоится совсем скоро. Лада Цзукаева, Зимфира Засохова, Шотага Глоев. Время спорта. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях двукратный чемпион мира по грэплингу Георгий Бозров и победитель первенства мира по грэплингу Давид Губулов. Давид, ну мы знаем, что вот вы учитесь в 11 классе, это выпускной год. Насколько сложно совмещать учебный процесс с тренировочным? Ну, перед сбором я хотел сделать себе освобождение, чтобы делать 2-3 тренировки в день, но вот из-за этого не получилось. Пришлось и тренироваться, и учиться. К ЕГО готовитесь? Да, конечно. Скажите, вот вы как-то будете в дальнейшем заниматься грэплингом, видите, вы там будете поступать в институт, и нужно будет учиться более усиленно. Есть ли в планах спор? Ну, у меня вообще в идеях, я тренируюсь грэплингом для того, чтобы перейти потом на смешанное единоборство в ММА. Вам это больше нравится? Да. Георгий, не могу не спросить, мне кажется, все родительницы, которые нас смотрят, им все-таки интересно. Грэплингом нужно заниматься вот с детства, либо можно перейти из какого-то другого вида спорта и совершенно спокойно чувствовать себя в грэплинге? Как вы сказали, можно абсолютно спокойно перейти из другого вида спорта и можно заниматься с детства. Зависит от методики тренировки. Просто если более ранний возраст, там, ну, с 4-6 лет, то просто это будет в игровой манере методика, ну, какие-то отработки, гимнастические моменты. Просто общеукрепляющие, общеразвивающие методики выбирать. А когда уже будут становиться постарше, уже ближе их знакомить с самой техникой. А есть какие-то детские соревнования, возможно, подростковые, там, по юношам? Что-то такое присутствует? Присутствует, да. Когда бывают чемпионаты республики или СКФО, там есть возрастные ограничения, когда выступают более младшие. И они тоже показывают красивую, зрелую борьбу. Я являюсь детьми, являюсь. Вот такой еще вопрос. Куда-то планируете еще выезжать? Мы понимаем, что вы только вернулись с Баку. Возможно, нужно отдохнуть снова, начать тренироваться. Есть ли какое-то расписание уже выездов? И если да, то куда? Стабильного расписания нет, но когда бывает что-то, то, что интересно. Вот мы планируем поехать в Москву 18-19 ноября. Вот сейчас будет Кубок Москвы. Он будет мастерским. За первое место там дают мастера спорта. Вот туда планируем поехать. У вас одинаковое расписание выездов? Либо, может быть, Давид, у тебя какая-то другая программа? Ну, там только чемпионат с 18 лет. Там молодежи не бывает. Там борются только мужчины и старшие. И еще вот не могу тоже не спросить. Если у вас нет набора детишек, да, то он есть, наверное, в клубе Панчер. Если да, просто небольшую такую ремарку для того, чтобы родители понимали, что все-таки на грэпплинг можно привезти ребенка. На грэпплинг можно привезти ребенка. Единственное, я знаю, что там бывает набор и по боям без правил, и секция кикбоксинга, и тот же грэпплинг. Единственное, вот в секции грэпплинг, ну, я вот четверых детей там видел, и наверняка можно родительницам привезти, поговорить с тренером, чтобы приняли. Насколько вот из ваших личных наблюдений вам кажется грэпплинг более зрелищным, чем, может быть, другие виды спорта? Либо вам так не кажется? Ну, мне, если честно, самому нравится много видов единоборств, поэтому я не могу сказать, что вот то единоборство хуже или грэпплинг лучше. Просто так получилось, что, ну, лично мне, по моему возрасту, он подходит, то есть он не позволяет как-то стремиться к чему-то, чего-то добиваться. В других видах спорта, может, я уже подзапоздал. А здесь он не позволяет как бы тоже побеждать, ну, чему-то учиться. — Георгий, извините, вот очень хочу спросить. Вот вы очень поздно начали, и для тех, кто вас смотрит, и все еще лежит на диване и думает, что это невозможно в 30 лет начинать, может быть, вы им скажете, переубедите, что это возможно, и можно начинать заниматься даже вот в таком возрасте спортом? — Все возможно, конечно же, просто надо, ну, методично, последовательно, чтобы, ну, не было перегрузки на сердце или на организм. Ну, мне нравится заниматься, потому что я и чувствую себя бодрее. Ну, понятно, что, когда уже профессионально занимаешься, там много травм. Но если это делать для души и в удовольствии, то это даже полезно для здоровья. — То есть возраст не помеха? — Возраст не помеха. Я на тех же чемпионатах, я вижу людей, которым по 55 и больше, ну, и они до сих пор в форме, когда они дадут форму им молодежи. И я, ну, очень уважительно отношусь к таким старшим. — У нас есть еще один звонок от телезрителя, давайте его выслушаем. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. — Здравствуйте, меня зовут Алан Кугаев, у меня такой вопрос. — Здравствуйте. — Куда можно дать младшего брата на крепенье имена, если он учится со второй сменой? — Ага. Вот как раз то, о чем я вас спрашивала, потому что я знаю, что очень информативный характер несет наша передача. И, как правило, родительницы и родители после очень часто пишут, куда все-таки привезти ребенка. Но вот вопрос здесь как раз по сменам. Некоторые дети учатся со второй смены, тогда как им быть? — Ну, так как именно у нас пока своего зала нет, и раз мой тренер пока не принимает детскую группу ввиду этого, то получается именно на грэплинг я бы посоветовал в бойцовский клуб «Панчер», который на Голковского находится, там Виталий Филев тренер, и вот можно к нему подойти и поговорить. — А есть группы, да, какие-то по времени? — По времени я знаю, что он тренирует понедельник, среда, пятница с 7 до 9, и в одно и то же время с ними занимаются. Я вот вижу там троих-четверых детей, я вижу там. И вот, наверное, можно поговорить. — Не могу не спросить о вопросе финансирования. Для вас это, так же, как и для других видов спорта, очень больная тема? Либо, возможно, вас кто-то финансирует и как-то поощряются ваши выступления? — Выступления особо не поощряются, так как это не олимпийский вид спорта, он на рассмотрении лежит, но мы как бы немного другая дисциплина. Но нам всегда помогают, когда мы уезжаем на соревнования, выезжаем, нам помогают это Махарбек Хазбевич Хадарцев, министр спорта Хасан Бароев и вице-президент Заур Байматов, вице-президент грэплинга. Всегда, когда мы едем, они нам помогают. Также, когда я, ну вот в прошлом году я выезжал, мне помогли из Дегорского района Таболов Александр и Гагулаев Марат. Ну, а с Беслана мне помогли Гацулай Вабай и Фарнеев, ну, помогли мне Фраев и Фраев. — Давид, вы кого-то хотели бы поблагодарить? — Поблагодарить могу только своего тренера Барсигана Германа, он помогал мне в подготовке, переживал тоже, и своих одноклубников, друзей. — Георгий, Давид, наше время подходит к концу. В конце традиционно, может быть, есть какие-то пожелания, напутственные слова, добрые слова нашим телезрителям? — Пожелать я, я бы хотел, что это самое главное у человека в жизни — это здоровье, здоровье родных, любимых. И я желаю всем, в нашей маленькой республике проживает очень много людей разных национальностей, и я желаю всем мира, процветания и крепкого здоровья в первую очередь. И я желаю всем, как пожаловать. Я могу пожелать только всем счастья, здоровья, любви. Сдать ЕГЭ? Конечно, сдать ЕГЭ. Спасибо вам большое, что нашли время ответить на наши вопросы. Пришли к нам сегодня в студию, ответили на вопросы телезрителей. Мы желаем вам дальнейших успехов. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Всем вам здоровья. Спасибо большое. Это было «Время спорта». Встретимся ровно через неделю. «Время спорта» «Время спорта» «Время спорта» «Время спорта» Продолжение следует...